Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 15 мая, вы смотрите программу «Утро нового дня». Добричка, большое спасибо, что вы вместе с нами пробуждаетесь. Мы уже глаза свои открыли, зарядки сделали, позавтракали и готовы присоединиться именно к вам. И в этой замечательной кампании мы проведем сегодня утро целые 2 часа. С вами Дмитрий Рябов, Алиса Троян. Можете нас смотреть по телеканалам Первый Крымский, Крым 24. Ну и, конечно же, можно сказать, тайно к нашей кампании присоединяются и наши корреспонденты, которые готовили интересные материалы к этому эфиру. Между прочим, сегодня самый теплый день недели, потому что сегодня будет плюс 28 градусов тепла, и, естественно, природа видоизменилась буквально за два дня. Уже заработали некоторые фонтаны, а некоторые не заработали. Забыты и заброшены. В администрации Симферополя насчитали 15 неработающих фонтанов столицы Крыма. Ко дню города планируют обследовать и по возможности запустить пять. Многие конструкции пришли в негодность и простаивают десятки лет. Будут ли, как и прежде, называть сердце республики городом фонтанов, узнавала Анна Нечуговская. Площадка дворца культуры профсоюзов. Оба фонтана не работают, плитка разбита, бассейны изрисованы граффити. Зоной отдыха место назвать сложно. Так оно выглядит на кадрах 1984 года. Забыт и фонтан в центре города по улице Гоголя. По словам местных, он украшал Симферополь больше 35 лет назад. Люди отдыхали возле фонтана. Дети бегали, прыгали. Хочется, конечно, чтобы подремонтировали, его сделали. Пожалуйста, чтобы остановили, потому что летом очень жарко. Много народа, прибывает много народа. Тем более поликлиника. Дай бог, чтобы они сделали. Ну, неприглядное, потому что буквально через дорогу там парк Тренево, любо дорога посмотреть. А здесь, конечно, потому что оно же видно, что тут это сделано, это же не маслом облито специально. Оно, посмотрите, грязное, жирное, чтобы люди не сидели, не отдыхали. Местные с трудом вспоминают, когда работали фонтаны на реке Салгир. Сейчас о былой красоте напоминают только ржавые трубы. Это было все чисто. Фонтан работал, музыка, молодежь туда ходила. И вообще, я уже здесь живу 59 лет в Симферополе. Ну, и раньше, конечно, это было у нас красиво. Давно не было чисто. Вот в библиотеку ходим, в библиотеку все красиво здесь. Ну, тут грязно. Ну, ждем. Обещали, что уберут. Очень ждем. Потому что сейчас лето, курортный сезон, и вот так вот как-то стыдно. В центре города, рядом с парком культуры и отдыха Екатериненский сад река Адмелела, стали видны груды мусора. Зацвела вода и в прудах возле Салгира. Это один из самых необычных фонтанов крымской столицы. Шахматный. Сейчас он тоже заброшен. Последний раз его запустили в 2012 году, ко дню города. Некоторые даже предположить не могут, что когда-то здесь был искусственный водопад. Предположить, честно, не могу. Вот, не знаю. Фотозона какая-то. Скорее всего, для красоты, наверное, сделали. Мама рассказывала, что здесь был фонтан. Было очень красиво. Очень необычная конструкция. Было бы очень интересно, если бы его обновили бы. Администрация Симферополя планирует обследовать заброшенные фонтаны и по возможности начать их эксплуатировать. Обещают сделать чистым и Салгир. Мы ждем сейчас проведения тендерных процедур по чистке реки Салгир. Там 13 километров будем очищать русло. И все вы, наверное, увидели, многие жители, что у нас есть фонтан, который находится прямо в реке. Конечно, при реконструкции набережной мы его запустим, этот фонтан. В администрации насчитали 15 заброшенных фонтанов. Ко дню города обследуют 5. Среди них шахматный, 2 на реке Салгир, возле Куйбышевского рынка и по улице Гоголя. Анна Нечуговская, Александр Смычек. Новости 24. Как достать соседа? Два феодосийских музея не могут поделить одно здание. Помещение находится рядом. Туристам удобно. Можно буквально за одну прогулку ознакомиться с историей городского дельтапланеризма и увидеть денежные знаки разных стран мира. Но соседствующие учреждения давно перестали быть дружными. О конфликте двух сторон специальный репортаж Александра Федорчака. Елизавета Персенева приехала в Феодосию из Московской области, чтобы научиться летать на парапланах. Из-за дождливой погоды вместо традиционной горы Клементьева пришлось уйти на закрытую площадку. Местный музей дельтапланеризма. Есть специальный тренажер. Теперь вместе с детьми осваивает навыки полета. Мне кажется, достаточно близко. И тренажеры, они, естественно, должны быть в авиации. Будь то самолет или дельтаплан. Я считаю, это очень полезно. Желающих полетать много. С теми, кто впервые пробует свои силы, занимается Борис Селевич. Помимо экскурсий он помогает освоить дельтаплан максимально приблизив условия к реальным. Даже те, у кого есть опыт, приходят сюда, чтобы отточить навыки. Как говорят профессионалы, понять, что такой полет на дельтаплане можно только испытывать и чувства. Пусть и в виртуальной реальности. Для тех, кто никогда не бывал в воздухе, никогда не летал, есть вот такая уникальная возможность воспользоваться тренажером и пощутить ту специфику, которую ощущают дельтапланеристы. Сейчас мы попробуем и поделимся самими впечатлениями. Станетесь на стул и держитесь за этой чувствами. Вот сейчас будем погружаться и пробовать, как это. Ощущение полета. Тут изображена картинка местности. Да, это Арджиникидзе, Коктебель, Феодосия. Так называемый полет над горой Клементьева. В принципе, ощущение достаточно интересное. Я думаю, после этого захочется полетать и на стоящем дельтаплане. Сели мягенько. Вот так вот закончился первый полет. Но, если честно, без инструктора я бы, наверное, улетел куда-нибудь в Антарктиду. А так впечатление очень хорошее. Музей работает с 1990 года. Здесь представлены не только сами модели, но и исторические фото. Например, памятный снимок президента России Владимира Путина на дельтаплане. В 2003 году часть здания передали коллекционеру Роману Алищуку. Он создал здесь известный городской музей денег. Это здание по улице Куйбышева, 12 Феодосии, наверное, одно из самых уникальных. Ведь на его территории расположилось сразу два музея. Это музей денег и музей дельтапланиризма. Но собственники враждуют уже долгие годы. Некоторые даже открыто заявляют о своем недовольстве. Новый собственник музея денег надеется забрать себе все помещение. Он начал войну против соседей в социальных сетях и в городской администрации. Буквально две недели назад меня в очередной раз вызывают в администрацию. Ольга Александровна, принесите документы по музею. Я прихожу, говорю, вот наш договор аренды, вот решение, что договор будет продлен. Почему вы спрашиваете? А мне говорят, а вот письмо Алищука, в котором написано, что вы незаконно находитесь в этом помещении. Курортный сезон стартовал, а конфликт между музеями продолжается. Некоторые моменты уже вынесены на всеобщее обозрение. Музей денег – это коллекция Романа Алищука. Он собирает монеты с пяти лет. Сегодня экспозиция масштабная. Учреждение получило международное признание. Директор свою конфронтацию с соседями отрицает. В то же время утверждает, что музей дельтапланиризма владеет зданием незаконно. Я никаким образом с ними не собирался там что-то судиться или что-то у них отнимать и так далее. И с точки справовой точки зрения, я думаю, очень некрасиво, когда они берут и выставляют в окошко, что там господин Рещук и прочий музей дельтапланиризма. Это просто блюзнирство. Коллекционер сам долгие годы борется за новое помещение. Было предложение переместиться в двухэтажное здание на улице Земской 3. Но нынешний глава администрации переезд заблокировал. Теперь речь идет о том, чтобы остаться в здании на Куйбышево на законных основаниях. Музей денег, Феодосийский музей денег, это частное учреждение, находится в настоящий момент без договора, но по ним ведется работа по приведению их в правовое поле. Естественно, постараемся, чтобы все это было без усиления и при содействии с противоположной стороны. Если есть желание у кого-то из руководителей музеев что-то поменять, пусть обращаются, будем рассматривать и в свете наших возможностей будем как-то решать этот вопрос. В администрации надеются найти компромисс между соседями. Пока им готовы оказать всестороннюю помощь в работе, чтобы в курортный сезон туристы заходили в обе двери и к дельтапланиристам, и к коллекционеру. Александр Федорчак, Алексей Романов, Новости 24, Феодосия. А вот в Ялте планируют наказывать рублем арендаторов пляжей, потому что 1 мая был уже открыт сезон, но тем не менее пляжи не были готовы. Не были подготовлены карты, которые после зимы необходимо было обновить, волнорезы были в ненадлежащем состоянии, и не были оборудованы солярии на местах для этого необходимых. Мы надеемся, что это все успеет исправить, но пока накопились эти проблемы, ялтинские власти планируют заниматься немножко другими, а конкретно изменением герба. А вот в чем проблема. Они обнаружили в нем масонские символы, а точнее сказали, что есть золотой лев, символ власти, и это не присуще гербам советского стандарта. Да, это у Швеции был лев символом. Также сказали, есть пурпурный цвет, нету таких вот подобных у нас гербов. Кроме того, сказали, украшают его коньки-горбуньки, это цитата. Вот, тоже им это не нравится. И лучи солнца как раз-таки над ним, который напоминает им доллар. Мы опросили людей на улицах, и нам все же сказали, что они ничего из этого не замечают, и им все кажется стандартным. Но сказали, если перемена такова будет, то они не против ее поддержать. И даже предложили свои варианты. Они были действительно абсурдные и дикие. Там панд предлагали, говорят, ну панду, наверное, заняли. Кого-кого? Панду? Да, панду. А в Ялте? А почему здесь Ялта? Ну, говорят, как-то у них ассоциируется это с курортом, и они решили вот такие вот идеи. Кто-то говорит ежевика, кто-то говорит, необходимо что-то зеленое и витиеватое. Я говорю, может, горох? Но говорят, нет, скорее тогда виноград. А ты еще вместо того, чтобы людей наставить на какую-нибудь адекватную идею, да, ты их, наоборот, провоцировал. То горох им предлагал, то ежевику. Ну, мне было интересно, насколько вообще широка фантазия ялтинцев и гостей, которые приезжают туда. И я убедился, что с фантазией точно проблем нет, но надеюсь, что в первую очередь решат самые актуальные проблемы города, а точнее займутся пляжами. Да, а пока нам самое время связаться со студией радио, потому что у них уже идет эфир, и мы узнаем, на какую же тему они уже общаются. Здравствуйте, коллеги. В первую очередь. Да, прошу прощения. Доброе утро, коллеги. У нас на прямой связи. Доброе утро. Как вы, ребята, там? Замечательно. Дима, я так понимаю, что ты стал уже постоянным ведущим утром нового дня. Уже третий день мы тебя наблюдаем. Нет, ну, видите, как и вы, в принципе. Как, собственно говоря. Да, я думаю, у вас вообще богатая, насыщенная неделя будет, особенно у Алексея. Ну, расскажите, а тема сегодня какая у вас? Наша тема сегодня будет полезна для тех, кто собирается строиться. Мы сегодня говорим о градостроительном плане на земельный участок. Что это за документ, зачем он необходим, где его можно приобрести, вернее, сделать, куда подавать документы и что, собственно, будет, если этого документа все-таки не окажется. Так что, надумаешь, строится, обращайся, проконсультируем. Я думаю, к концу этого часа мы уже будем мало-мальски разбираться во всех этапах. О, ну, действительно, тема замечательная. Алексей, если будет возможность во время эфира, если гости ваши озвучат, скажут, где сколько, какие участки стоят, и где самое, наверное, выгодное. Вы же не приобретайте, и вы будете интересны. Алексей, если все передашь после программы. Это, действительно, я думаю, будет очень интересно узнать многим людям, да и мне, допустим, сколько бы в танковом стоило, где-то в Бахчисарайском районе или, допустим, в Судаке земля, чтобы начать свое строительство и сказать, все, это моя территория, я тут хочу домик. Но ценовую политику мы затрагивать не будем. А вот стихийную торговлю и как с ней бороться во втором часе мы тоже обсудим, но уже с новыми гостями. Ой, эта тема, конечно, близка и нам, потому что мы, в принципе, говорим о подготовке к курортному сезону, и проблем подобных в Крыму хватает. И, конечно же, будем надеяться, что у людей, которые будут заниматься этими вопросами, будут активны не только будни. Да, спасибо большое. Ну а нам пора информировать наших телезрителей о том, какой же погода будет сегодня, будет она очень теплой, а какими точные будут погодные показатели, давайте узнаем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму! Добро пожаловать в Крыму! В целом можно отметить, что погода по Крыму распределилась одна, равномерно, так сказать. Тепло, допустим, и в Керчи плюс 24, и в Симферополе уже плюс 27. Обещают, и я надеюсь, что если действительно такая температура будет, можно будет скинуть с себя пайты, жилетки и гонять в футболках. Допустим, только вчера мы были в Ялте, и там люди уже ходят в шортах и готовы загорать. Ну, надеемся, что такая же атмосфера будет и в Симферополе. Ну, к счастью, мы, как крымчане, уже давно знаем, что демисезона здесь не существует, поэтому обувь у нас всегда или теплая, или уже мы переходим в сандалии. Наш корреспондент побывал на обувной фабрике и знает, как делают эту обувь. Дизайн будущей обуви создается здесь. В специальной программе рисуется проект новых сапожек. После этого готовая выкройка попадает в руки закройщика. Расскажите, в чем заключается ваша работа? Я так понимаю, все начинается именно с вас. Да, так и есть. Я начинаю с товара сверху обуви. Я его раскраиваю в детали, которые в дальнейшем перейдут уже заготовщицам. Они сшивают, делают заготовку, передают сапожникам и уже собирают обувь. Например, из вот такого цельного двухметрового куска на выходе получается четыре пары сапог. Сотрудники этой фабрики предпочитают шить обувь из натуральных материалов. В основном используют кожу крупного рогатого скота. По их мнению, она более эластичная и долговечная. Мы сейчас будем спускать по толщине деталей для того, чтобы они более эластично подгибались. И мы потом будем собирать из них верх самой обуви. После обработки детали сшиваются между собой внахлёст, чтобы шов не разошелся. При этом длина стежка не должна превышать 4 миллиметров. Обувь рвется не только из-за плохо сделанной строчки, но и из-за низкого качества промежуточного материала. Поэтому каждый используемый в изделии товар должен быть сертифицирован. Ровная строчка еще не показатель качества. В первую очередь стоит обратить внимание на комфорт обуви. Если где-то жмет или наоборот нога недостаточно зафиксирована, то в дальнейшем изделие будет деформироваться. Для того, чтобы обувь держала форму, используют вот такие термопластичные материалы. Это подносок и пятка. На высыхание этого материала должно уйти не менее 12 часов. Без подноска и задника обувь имела бы форму калоши. Каждая стелька вырезается вручную, после чего наносится логотип фирмы-производителя. Устанавливается стелька на колодку, соответственно, она промазывается клеем, выдерживается определенное время. Для каждой операции есть свой технологический процесс. Затем полуфабрикат отправляется на комбайн. Там он обрабатывается, как говорят специалисты, шкурится, после чего к изделию подбирается подошва. Например, полиуретановая подходит только для летней обуви, потому что не выдерживает морозов. А ТЭП-материал годится для любого времени года. После вклеивания вкладной стельки обувь отправляется в зону контроля качества, где ее уже проверяет инженер-технолог. Если брак отсутствует, она упаковывается и отправляется на прилавки. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Юные крымчане приглашаются стать участниками Всероссийской олимпиады робототехники-2019. Уже будут совсем скоро проходить отборочные этапы, а региональный этап конечный пройдет 26 мая на базе спортивного комплекса Медицинской академии имени Георгиевского. До 20 мая принимаются результаты, поэтому если вдруг вам есть что рассказать и показать, например, какое-то свое устройство техническое, то отправляйтесь туда, там вас очень ждут. Возраст участников от 6 до 17 лет. А мы напомним, что робототехника, это как раз-таки, можно сказать, такой специальный конструктор, который ребята программируют, ставят ему определенные задачи. Чаще всего это, чтобы их маленькая техника формировала каким-то образом свой маршрут, допустим, ориентируясь на ленты, по которым она двигаться должна, или, допустим, занимается уборкой тех или иных деталей. Ну, будем смотреть, на что способны наши ребята, и я бы действительно был бы рад, если бы юные крымчане смогли бы что-то продемонстрировать и занять лидирующие места, потому что у нас в Крыму это движение довольно развито, и материалы на эту тему мы периодически готовим и, надеемся, радуем вас ими. Ну, а пока самое время узнать, какие же интересные события происходили в этот день в истории. 15 мая 1952 года Папа Римский Иннокентий IV огласил булу от экстерпанда, разрешающий инквизиции пытать подозреваемых в ереси. Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Извинения за жестокие действия и методы комитета были принесены лишь в 1992 году Папой Иоанном Павлом II в процессе реабилитации имени Галилео Галилея. 15 мая 1618 года немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет. Событие стало ключевым этапом в актуальной для конца 16 века борьбе между гео- и гелиоцентрическими системами. Открытые астрономом законы полностью и с превосходной точностью объяснили видимую неравномерность движения небесных тел. Позже Альберт Эйнштейн назвал Кеплера несравненным человеком и великим ученым. В тот же день 1730 года король Георг II утверждает Роберта Волпола в качестве первого в истории Великобритании премьер-министра. Лидер партии Вигов до этого занимал должность лорда-канцлера в течение 9 лет. Государственная политика Волпола основывалась на низком налогообложении во внутренней политике и недопущении войн в политике внешней. 15 мая 1770 года 14-летняя Мария Антуанетта вышла замуж за 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI. Спустя 23 года королева в результате Великой Французской революции была приговорена к смерти. Сохраненная во время суда достоинство, а также природная красота, сделали образ Марии культовым, запечатлев его в известных произведениях искусства. 15 мая 1846 года в Санкт-Петербурге основано Императорское русское археологическое общество. Своим объединением организация обязана нумизматом Бернару Кёне и Якову Рейхелю. Исследователи изучали как классическую, так и новейшую археологию западных и восточных стран. В тот же день 1928 года в мультфильме «Безумный самолет» впервые появился нарисованный герой Микки Маус. Правда, вначале он совсем не имел голоса и мало походил на свою актуальную копию. 15 мая 1970 года Международный Олимпийский комитет исключил ЮАР из соревнований за проводимую там политику апартеида. Режим просуществовал вплоть до 1994 года, когда на демократических выборах Нельсон Мандела был избран новым президентом. Эпоха расовой сегрегации подошла к концу. Мы надеемся, что вы уже позавтракали, а сейчас самое время задуматься о своих железных конях. Итак, поговорим о меню, которое можно для них предоставить. Итак, цены. Газ у нас стоит 26 рублей 66 копеек. Дизельное топливо 50 рублей 31 копейку. 92-й 46 рублей 27 копеек. 95-й 50 рублей 0,4 копейки. И 98-й 56 рублей 39 копеек. В принципе, цены постепенно двигаются в одну сторону. Хотя вот в одном из прилавков Казани отметили, что там стоил кефир 750 рублей за 1 литр. И люди, конечно же, возмутились и сказали, что так быть не должно. И такой скачок был просто, сказали продавцы. Мы ценникам ошиблись, поэтому будьте внимательны. Я сомневаюсь, что это была ошибка, а скорее вот преднамеренное такое маленькое преступление. Поэтому, если будете внимательны, вас точно не обманут. Сейчас у нас есть возможность перейти к курсу валют и узнать, продолжает ли расти доллар и евро. Итак, мы можем отметить, что доллар уже свою тенденцию потерял. И как раз таки падает. И вот сейчас цена стоит 65 рублей 30 копеек. И также падает евро 73 рубля 37 копеек. Не могут они расти вечно и иногда все же падают и теряют свою высоту. Не угасает пока что только интереса к предстоящему сезону «Игры престолов», который является финальным. Ну да, разочарованы зрители, но тем не менее смотрят. И очень злятся на одного блогера, который вдруг внезапно обозлился на весь мир и постоянно рассылает всем спойлер к финальной части в личные сообщения, в комментарии, где угодно, для того, чтобы люди случайно наткнулись и узнали, что будет происходить дальше. Так он мстит за то, что его обозвали и наругали за то, что он также сделал в своем твиттере финальный фильм о «Мстителе». И он решил, чтобы его понапрасну так не обижали действительно поступать так и разрушать людям магию финального сезона, магию ожидания. Ну, конечно же, потому что, как говорят ребята, вот «Игра престолов» и славится тем своей непредсказуемостью сюжета. Это, можно сказать, главная изюминка этого сериала, но если ее разрушить, можно сказать, в принципе, и можно таким образом отбить интерес просматривать этот фильм. Но мы стараемся не отбивать вас интерес, а наоборот заинтересовывать, потому что в Крыму и в Симферополе происходит очень много интересных культурных событий, о которых мы вам сейчас расскажем. В драматическом театре имени Горького «Комедия» выходили бабки замуж. Героини спектакля четыре подруги-пенсионерки. Несмотря на возраст, они полны оптимизма и надежды на лучшее. А тут еще и завидный жених появился с солидным приданным, собственно, и сбой. Кому он достанется? Начало в 19.00. В театре имени Горького премьера – кукольная постановка для взрослых по бессмертному произведению Артура Конан Дойла «Собака Баскервиллей». Шерлок Холмс и доктор Уотсон расследуют загадочную историю зловещей собаки-проклятия, преследующей род Баскервиллей. В этот день на сцене музыкального театра сатирическая комедия «Колесо Фортуны». В основе спектакля – культовый роман Юрия Полякова «Козленок в молоке». Главные герои поспорили, можно ли при помощи пиара сделать из любого человека – гениального писателя-авангардиста. Смешная история о ненастоящем творце и вполне реальной литературной премии. Начало в 19.00. В кинотеатрах в этот день комедия – мошенницы. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах – в удобное для вас время. Для самой младшей аудитории мультфильм – «Маугли дикой планеты». В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием должен дождаться спасения и изучить окружающий мир. Наконец-то в Крыму потеплело, и за эту неделю зарегистрировано в Крыму 260 браков. Причем рекордный день оказался 30 апреля. В этот день было зарегистрировано почти 90 браков. Среди лидеров, конечно же, Симферополь, Ялта и, замыкая тройку, Феодосия. Ну а наш корреспондент посмотрела на саму настоящую золотую свадьбу, познакомилась с этими любящими людьми и сейчас все подробно вам расскажет. Под крики «Горько» они смущаются так же, как и 60 лет назад. У Елены Петровны и Станислава Дмитриевича Семененко свадьба. И не простая, а бриллиантовая. Счастливые супруги признаются, что есть несколько секретов крепкой совместной жизни. Взаимопонимание, доверие, терпение, чтобы понимали друг друга. Создавая семью, надо преодолеть большие трудности, потому что воспитать детей – это очень тяжелая задача. Больше полувека они прожили в любви и согласии. Познакомились на танцевальной площадке в Доме офицеров. На внимание Елены претендовало в тот вечер двое. Соперник Станислава Дмитриевича подошел и пригласил Елену на танец первым, а ему она отказала. Сердце навсегда отдала будущему супругу. Эту историю не раз рассказывали детям. Отец решил через три дня уже жениться на моей матери. Она ему отказала, потому что в те годы на первую очередь стояло патриотическое воспитание, и она училась в медучилище. И она сказала, что ей надо сначала получить образование. И на долгие три года люди расстались. После того, как мать уже закончила училище, пошла работать фельдшером в сельское село, то отец ее все-таки опять созвонился, писался в 59-м году и все-таки победил его чувства. Елена Петровна работала врачом на скорой помощи. Когда было тяжело, спасал любимый супруг. Вот так, не отпуская друг друга ни на миг, они вместе идут по жизни больше полувека. По такому же принципу строят семью их дети. Основа, конечно, семьи их и нашей, доброта, любовь, понимание, что и в принципе все время передавалось. 60 лет пролетели как один миг. Всю жизнь трудились и воспитывали детей. Сегодня здесь собралось сразу три поколения. Две дочери, шесть внуков, шесть правнуков. Что ты пожелаешь бабушке и дедушке? И бабушке, и дедушке, посмотрите, у них было здоровье, счастье. Станы всегда были зубыни. Счастливые молодожены говорят, жизнь прожить не поле перейти. И хотя у них нет ни одного бриллианта, для них главные ценности более весомые. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. День семьи. Беспокоясь о том, что он не приведен в порядок, потому что опять-таки будут наказывать рублем. А еще и запретили располагать на больше, чем 60% пляжа шезлонги. То есть теперь, если вдруг вы не хотите лежать на этом пластиковом сооружении, то вы не должны будете путаться в ногах, как сейчас это происходит. То есть большую часть пляжей занимает шезлонги. Да, ты можешь расположиться где хочешь, но обычно это какое-то самое неприглядное местечко. Так вот, нет, такого быть не должно. И об этом сейчас администрация говорит и этим вопросом занимается. Напомню, было в Крыму довольно распространенное популярное мошенничество, когда люди-арендаторы пляжа брали, разставляли шезлонги как раз-таки под теми местами, где был тенек. И говорили, что если вы хотите лежать на этом месте, с вас копеечка. Ну и, разумеется, это приводило к конфликтам. Ну, что и не понравилось руководству республики. Эту проблему устранят. Также ни в коем случае не должен быть перегражден доступ к воде. То есть вы должны иметь возможность пройти туда абсолютно свободно. Поэтому заявляйте о своих правах. И знайте, что эти условия должны будут соблюдаться на каждом пляже в республике. Нет сомнения, что о полуострове заботятся. И сейчас мы поговорим на тему благоустройства. Комфортная городская среда. Как осуществляется весь этот процесс. И у нас уже гость в студии есть. Олег Владимирович Бущук. Координатор Центра ОНФ по благоустройству городской среды в республике. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о том, какие цели сейчас поставлены по благоустройству. И что идет первостепенно. В 2019 году планируется провести благоустройство дворовых и общественных пространств на сумму предка миллиарда рублей в республике Крым. Это средства и федерального бюджета, и муниципальные средства, и средства частного бизнеса. Что касается количества дворовых территорий. Это 21-15 дворовых территорий по городам Симферополь, Ялта. Почти все города, наши главные города республики Крым. Плюс общественные пространства. Это парки, скверы. Порядок отбора дворовых территорий и общественных пространств. Он был заложен еще указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Собственники, жители, самостоятельно, граждане определяют, какую общественную территорию, либо какой двор мы будем благоустраивать совместно. То есть как это происходит? Если это дворовая территория, мы выходим на общее собрание, принимаем решение, что мы хотим участвовать в этой программе, принимаем решение, что мы будем участвовать, трудовые затраты нести, где-то сами проведем какую-то работу, покосим, побелим, поставим что-то, ремонт сделаем. Но дополнительно нам даются муниципальные средства и федеральные. Это лавочки, новые дороги, это освещение. Плюс добавляется детская площадка и спортивная площадка. Олег Владимирович, по факту, вот в этом голосовании, как я понимаю, могли принимать все участия, верно? Вы сами из Симферополя? Да. Вот принимали ли участие, за какую территорию голосовали? По территориям в Симферополе проходил на собрании город Симферополь, это улица Толстого 2, это программа благоустройства 2017 год. Я не участвовал как собственник, я участвовал как член Российского народного фронта, потому что я доводил до людей саму основу, порядок принятия решения. И также с администрацией, депутатским корпусом мы объясняли, как заполнить протоколы. Это также Крыжановского 3А, ПГТ ГРЭС. Это Симферопольская северситета, дробь 2, тоже город Симферополь. Мы выходили во двор, делали заранее уведомления собственникам, люди собирались, обсуждали свои проблемы, какие у них есть, где хотят расширить парковочный карман, где хотят, чтобы у них была зеленая зона, чтобы там не ставили машины, где они хотят видеть в себе детскую площадку, чтобы она была зонирована, отделена от более взрослого поколения детей. И это все обсуждается на совместных встречах. А как много людей все-таки приняло участие? То есть есть какой-то обобщенный? И почему не приняли остальные? То есть они не были уведомлены или не захотели принимать участие? Почему? Очень многие приняли участие в Симферополе. Более 85 дворовых территорий подавали заявки на участие в программе. Но мы должны понимать, что финансирование все у нас ограничено, и мы не можем сразу все дворовые территории провести благоустройство. Программа работает с 2017 года по 2022 год. То есть у нас еще есть время, и в дальнейшем она будет продлеваться при положительных итогах реализации. Поэтому сейчас те дворовые территории, которые еще, допустим, никак не узнали, хотя в средствах массовой информации, в газетах, в масс-медиа, в соцсетях везде уже давно распространено, что есть программа формирования комфортной городской среды, есть порядок на сайте каждой администрации участия в этой программе. То есть, но если собственники еще не знают об этом, они могут зайти на сайт своего муниципального образования, есть отдельная вкладка на каждом сайте формирования комфортной городской среды. Там указано, что конкретно нужно сделать, чтобы свой двор включить в указанную программу. После этого проводите собрание, собираете мнение граждан, протокол, дизайн-проект по списку, задаете в администрацию муниципального образования. Вас включают в перечень дворовых территорий, которые будут поэтапно в программе отбираться и включаться в благоустройство. То есть, по факту дизайн-проектом должны заниматься люди, да? Потому что, допустим, мы снимали на подобную тему сюжеты и сталкивались с тем, что уже предлагали определенные проекты, и люди голосовали один из них, потому что это тоже стоит определенную сумму, чтобы заказать этот проект. От собственников требуется не дизайн-проект, выполненный уже специалистом, от них требуется в виде эскиза, то есть наброса, пожелания. Нарисовать на листочке обычном, можно карандашом, можно ручкой, свою дворовую территорию, площадь, периметр вашего дома, где вы что планируете схематично. И это сдаете в администрацию. Уже администрация муниципального образования на основании вашего пожелания, совместно с вами уже обсуждая, обращается к специальной организации, которая занимается дизайном, проектированием, они делают план и выходят к вам согласовать этот указанный план. А по какому критерию выбираются дворы, которые первоочередно придет и эта программа? Самое главное требование, это, конечно же, активность граждан. То есть чем более активный дом, тем больше у них шансов попасть. Второй немаловажный критерий, это отсутствие задолженности по услугам жидко-коммунального хозяйства. Чем меньше должников, тем, соответственно, больше у дома шансов попасть в программу по благоустройству. Это и тепло, и свет, и вода, и управляющая компания, и капитальный ремонт. То есть если мы не платим, соответственно, и благоустройство мы будем ждать после тех домов, которые более активные. Ну и существенным условием, конечно, является текущее состояние инженерных сетей, коммуникации, теплооснабжения, водоснабжения, которые находятся под асфальтом. Если сегодня дом попадает в программу благоустройства, допустим, в 19-м году, но там гнилые сети, мы понимаем, отопление, водоснабжение, то делать работы по асфальтированию там бесполезно, потому что завтра же приедет теплооснабжающая организация, все разроет и будет все по новой. Поэтому сначала делаются коммуникации, дом передвигается на следующий год, после сделанных коммуникаций проводится благоустройство. А есть ли у нас в Крыму вот как раз такие образцы подобного благоустройства, которыми мы могли бы гордиться и сказать, вот там вот увидели и вот сказали, что такая вот практика должна осуществляться в принципе по всей России? Конечно, есть у нас такие образцы, и их очень много. Мы можем говорить о том, что город Керчь, город-герой Керчь, у нас очень большая работа проведена была в 17-18 году по благоустройству в дороге и территории, качественно от благоустройства. Есть, конечно, замечания, но это не без этого. Но подрядные организации в рамках текущего гарантийного обслуживания это устраняют. Для этого Народный фронт выезжает на объекты, на места, мы смотрим, что конкретно не соответствует требованиям, критериям, даем информацию администрации муниципального образования, после этого предписание подрядчику устранения. В городе Симферополь положительные результаты это Толстого-2, это ракетная-17. А в чем образ Толстого-2, вы говорите? Действительно, просто сделали все приятно, или, допустим, какой-то оригинальный проект предложили, или больше всего собрало положительных отзывов от самих людей? Само благоприятность этого проекта идет в выражении удовлетворения граждан, проживающих в этом доме. По этим домам оборудилась работа изначально по выходу туда и представителей министерства ЖКХ, и администрации. То есть все пожелания, все возможные камни преткновения и проблемы были в изначальном этапе решены собственниками. Да, есть дальнейшие вопросы по эксплуатации, но это уже решаемо в процессе. Но сейчас там есть хороший дворовой проезд, сейчас там есть красивая детская площадка, люди получили качественную среду, и тем более в этих домах сейчас проходит, может, завершение благоустройства, комфортные среда, это не только перед домом, это и внутри дома. Там проходит сейчас капитальный ремонт инженерных сетей, замена лифтов планируется, и, соответственно, тоже комплексный подход уже. Дом у нас получил красивую благоустроенную среду, и после этого красиво благоустроенный уже сам дом в виде как проведенного капитального ремонта. Спасибо большое. Будем надеяться, что действительно в скором времени все наши дворы преобразятся, и симферополицы будут жить только в самых красивых и комфортных условиях. Ну а пока будем ваши жалобы показывать в нашей рубрике «Крым онлайн». В Симферополе ликвидировали пожар в районе Центрального рынка. В 7.20 утра очевидцы сообщили о возгорании. Оказалось, что загорелся обувной бутик площадью 100 квадратных метров. Работу пожарных осложнило то, что в магазине было много товара. Как отметили ведомстве, повреждена кровля и вещи, которые находились в помещении. Среди людей, пострадавших, нет. Внешние камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая не смогла пройти мимо ухоженного палисадника. Куст можжевельника так покорил сердце прохожей, что она не смогла с ним расстаться. Судя по тому, как она ускорила ход, причем в другом направлении, понятно, что о том, что поступает плохо, догадывается. Если очень хочется сыра Дорблю, а денег на него нет. Симферопольские магазины готовы удовлетворить запросы самых требовательных гурманов. Пользователи соцсетей жалуются, что неоднократно находили здесь и молоко Дорблю, и хлеб Дорблю, и прочую испорченную продукцию. На улице Сперо вместо ям на дороге образовалось озеро. Главная опасность в том, что в дождливую погоду эти выбоины заметить трудно, и можно запросто остаться там, изучать археологические наслоения этой дороги. На улице Караимской дорога больше похожа на кратер вулкана. В социальных сетях размышляют, а может это вход в подземелье? А я вот бороздя по просторам интернета наткнулся на очень необыкновенного жителя Новоалтайска, который ездит на работу на БТР 1949 года, и он зарегистрировал его как транспортное средство, выкупил, реставрировал и сказал, что это такая вот бронетехника. Правда, расход у такой бронетехники очень такой большой. За 100 километров 60 литров или 100 литров. Практически аналогично. Вот километр проехал, литр бензина потратил. А зачем ему такая техника? То есть я правильно понимаю, то есть он на гусеницах, да? То есть неужели в Алтайске настолько плохие дороги? БТР не на гусеницах, но по факту он громоздкий, действительно, там, с 1949 года такая модель, она довольно мобильная, но выглядит это, может, впечатляюще, и ему нравится, что люди, вот, взирая на него, восторгаются, так скажем. Другой вопрос, откуда он взял БТР? Такой у меня есть вопрос. Ну, тоже вот интересно. Наверное, где-то скупил старую технику и сказал, я буду на нем гонять, зато на такой технике не страшны аварии, да, и в плане, если негде переночевать. Все ему не страшны, а всем остальным очень даже страшны. Ты абсолютно права, да, и если дома ключи забыл, езди переночевать, потому что, ну, прям как Халабуда, вот, можно сказать, ну, Халабуда, это, конечно, такое извращенное сравнение, но все же вот как раз таки в такой машине ты чувствуешь себя абсолютно в безопасности, так сказать, моя машина, моя крепость. А можно завести себе собаку и будете чувствовать себя в абсолютной безопасности? У нас есть одна, которая очень ищет хозяина. Может, это вы? Волшебная Сью, очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну что же, сейчас самое время связаться с нашим корреспондентом, который сейчас находится на улице, Стефан Филатов, готов уже рассказать, что же там происходит. Стефан, доброе утро. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сегодня, несмотря на то, что в течение всего дня небо будет затянуто облаками, жители Симферополя ожидают теплый, по-настоящему летний день. Дождя, кстати, не предвидится. Сейчас на улице температура 14 градусов. В течение дня воздух прогреется до плюс двадцати семи. Самым жарким за последние сто тридцать лет этот день был в 1989 году. Тогда столбики термометров остановились на отметке 31 градус, а самым холодным в 1927. Тогда температура была всего один градус. Несмотря на такую жару, действительно жару, хотелось бы обратиться ко всем, кто нас сейчас смотрит и собирается выезжать из дома на работу, либо учебу. Если вы знаете заранее, что будете возвращаться домой вечером или ночью, то не забудьте взять с собой свитер или легкую куртку, потому что мерзнуть не стоит. Здоровье нужно беречь. Дальше хочу перейти к новости, которая актуальна не только для тех, кто нас сейчас смотрит, но и для всех жителей Крыма в целом. Поэтому следующую информацию вы можете обязательно передать всем своим соседям, знакомым, коллегам. Дело в том, что, как вы знаете, Крым попадает в программу развития телерадиовещания. В рамках этой программы полуостров должен был перейти на цифровой сигнал уже в следующем месяце. Тем не менее, по новым данным, этот срок продлили. Теперь переход запланирован на середину октября. Для тех, кто не успел еще закупить необходимое оборудование, волноваться не стоит. Времени у вас достаточно. И хочу напомнить, что для помощи малообеспеченным группам населения в бюджете республики заложено порядка 60 миллионов рублей. Поэтому, если у вас у кого-либо могут возникнуть проблемы, то выход всегда найдется. Цифровое обещание скоро постучится в каждый дом Крыма. Студия, передаю вам слово. Спасибо, Стефан. Да, действительно, продлили срок для того, чтобы все успели подготовиться к этому переходу. Информация действительно полезна. Тем более, как мы прежде уже отмечали, практически весь полуостров, готов поддерживать подобное информационное вещание. Так что проблем с переходом не будет. Главное, чтобы у людей уже была современная техника. А дополнительное оборудование необходимо покупать только тем, кто купил телевизоры старых моделей. Там, по-моему, если не ошибаюсь, прежде 2014 года. Технические характеристики обязательно узнавайте, чтобы напрасно не приобретать дополнительное оборудование. Да, но, кстати, мы узнали о том, что же гуглили, вернее, Яндексили пользователи в интернете. И самое забавное, что запросы в интернет очень сильно разнились. Нам сотрудники Яндекса передали эту графику. И вопросы были самыми разнообразными, потому что, когда появился интернет, это максимально вопрос, который заинтересовал пользователей. А потом на втором месте вопрос, что же такое интернет, спрашивали люди у самого интернета. Как выбрать самый выгодный тариф в интернете? Тоже явно говорили люди, которые уже подключились и имеют какой-то свободный доступ. Почему не работает интернет? Тогда вопрос, как они там сидели. Но, возможно, мы просто чего-то не знаем. Кто придумал интернет? Тоже заинтересовало людей. Какая скорость интернета считается нормальной? 31 балл набрал этот вопрос. Видимо, кто-то просто нервничал и думал, нормально ли это. Помнишь, когда картинки, вы все, наверное, помните, загружались не так быстро, как сейчас. И они, пожалуйста, грузились целую вечность. И за это время можно было, мне кажется, состариться, пока ты дождешься, пока загрузится одна фотография. Где заработать деньги в интернете? Самое интересное, что это не самый популярный вопрос, но, тем не менее, он набрал 29 баллов. Чем заняться в интернете, если скучно? 23 балла. Почему интернет медленно работает? Ну и что в интернете запрещено законом? Это были вопросы пользователей со всей России. И статистика говорит о том, что на первом месте все-таки вопросы об интернете интернету. Ну, знаешь, я сам, можно сказать, являюсь частью этого вопроса, потому что вот Яндекс... Где заработать деньги в интернете? Твой вопрос, хочешь сказать? Да, это был мой вопрос. Я думаю, где же можно еще заработать? А потом, когда ты начинаешь что-то делать и начинаешь ругаться, почему мой интернет так медленно работает? И у меня были даже подозрения, что может кто-то из соседей или там из лиходеев проник и ворует мой интернет и похищает, в общем, мою скорость. И действительно, если к вам узнали ваш пароль от вашего Wi-Fi, присоединились много пользователей, то соседи могут пользоваться. Поэтому внимательно разрабатывайте пароль, чтобы он был действительно оригинальным. А чтобы он был сложным, нужно, чтобы там были не только буквы, не только цифры, а вот чтобы это была, допустим, сложная какая-то комбинация. Причем с участием желательно символов, например, звездочек, скобочек и так далее. А если это еще все чехардится, то тогда действительно будет сложно взломать ваш пароль. А если это еще и все запомнить, то вообще будет чудесно. Я вот спрашивала, чем же заняться в интернете, если скучно, и сама ответила на свой вопрос. Смотреть интересные, смешные видео, которые мы подготовили для вас в специальную подборку. Что делать, если работа и настоящее призвание? Это два несвязанных между собой дела. Совмещать уверен строитель, который и дня не может прожить без танца. Глядя на то, как четко и плавно двигается герой видеоролика, возникает вопрос, почему он этим не зарабатывает? Баскетбол игра, в процессе которой лидерство может переходить от одной команды к другой, десятки раз. В редких случаях победитель определяется и вовсе после сигнала, оповещающего о конце финального тайма. Сирена прозвучала, когда мяч находился в воздухе. Белые проигрывали на одно очко, соответственно, два набранных вывели команду вперед. Только посмотрите, с какой легкостью многотонная машина делает сальто. Кажется, что профессионализму и бесстрашию водителя нет предела. Однако ликование на трибунах прекращается вместе с падением джипа на крышу во время следующего маневра. Каратэ учит практикующего продолжать тренировку даже тогда, когда сил уже не осталось. Этот малыш тому подтверждение. Спустя множество попыток сломать доску не выходило. Тем не менее, несмотря на слезы, парень не отступил. Именно так закаляются характер и воля. Если урок интересен, то и дети вникают в тему активно. Видимо, так и считает этот учитель физики. Ход, конечно, интересный, но о правилах безопасности забывать не стоит. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и на все это вместе. Объединение стихий выглядит действительно завораживающе. Возможно, это тест инновационной разработки. И в будущем в мире появятся такие фонтаны. Ну а теперь при помощи того же интернета у нас есть возможность попутешествовать по Крыму. Причем не выходя из студии. Мы хотим отправиться. Куда же мы отправимся? Мы отправились... Так, я не могу узнать. Это Евпатория? Да, я тоже так полагаю. И как раз таки ЖД вокзал. Площадь, на удивление, активная для такого времени. Потому что, казалось бы, время такое, что люди уже... Так, а там есть светофор? Почему эти дети бегут так быстро? На работе. Может быть, они нарушают? Пока не видно. А здесь люди дождались. Так, мы будем контролировать вместо сотрудников ДПС, что же там происходит в Евпатории. Да, кстати, очень порядочек там хорошенький. Так, посмотрим, допустим, у нас есть... Ой, Херсенес, мы часто смотрим. Вот площадь Ленина. Площадь Нахимова. Улица Ленина, да, площадь Ленина. Традиционная у нас. Нахимова. Севастопольская. Так, ну в Севастополе тоже в этот раз более оживленно. То есть сегодня самый теплый день недели. И, как мы видим, все-таки многие решили все-таки пройтись пешком, потому что как-то мы в понедельник после праздников смотрели это же место. И людей было раза в три меньше, в отличие от того, что сейчас всего три человека идет. Что меня действительно радует, так это то, что уже солнышко так хорошо светит. Потому что буквально вчера-позавчера у меня оказалось день не столь солнечный, был ясным. Но это, наверное, тоже связано с погодой. Поэтому будем надеяться, что она к нам будет благоволить. И будет тепло, солнечно. И как будет как можно меньше облачков. Вот так вот. Я надеюсь, что теплая погода как раз-таки будет побуждать присоединяться к волонтерам, которые собираются сейчас с каждым днем все больше и больше проводить каких-то массовых уборок. Потому что даже на дне Марианской впадины были найдены обертки от конфет и пластиковая бутылка. И они просто были дико удивлены, потому что, как вы знаете, это самое глубокое место на планете. И даже там попал человеческий мусор. Человек губит сам себя. Смотри, мне вот этот вот ракурс очень нравится. Он максимально приближенный. Я не понимаю, где это? Это та же площадь. А, только... Только с другого немножко стороны. И здесь видно, что людей как раз-таки куда больше, чем прежде казалось. Места, где они собираются. Остановочка, троллейбусы ходят. Так хорошо видно всех, что аж даже не по себе немножко становится. Потому что... Как будто мы среди них стоим. Причем, смотри, даже в футболках, в шортах, в шортах, понимаешь, люди уже стоят. Я так чувствую на следующей неделе. Если ты уже будешь ходить в штанах, люди будут удивляться и показывать пальцем. Он говорит, а, смотри, этот рыжий в штанах пошел. Еще и джинсовый. Рыжий. Нужно скорее раздеваться действительно до шорт, получать витамин D. А о том еще какие витамины стоит принимать, расскажет наш корреспондент. Ну, наконец-то. К нам пришла весна. Правда, как говорят, вместе с ней заглянул я витаминоз. С этим нужно срочно что-то делать. Во-первых, я выбрался в парк под ультрафиолетовые лучи солнца. Вырабатывать витамин D. Но этого мало. Нужен целый комплекс. Правда, какой выбрать? Синтетический? Или все же традиционно натуральный? Хороший вопрос. Давайте разберемся. Начнем, пожалуй, с авитаминоза. Таким термином обозначают состояние критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме. Он, безусловно, опасен, но сам по себе встречается редко. Если у вас нет ярко выраженных симптомов, переживать не о чем. А витаминоз, как правило, это такое уже серьезное заболевание. А гиповитаминоз – это то состояние, которое происходит у нас обычно в весенний-осенний период, имеет сезонный характер и связано с тем, что в организм поступает недостаточное количество витаминов с пищей. Так что, получается, переживать из-за нехватки витаминов не стоит и вовсе? Увы, но вопрос не самый простой. Изначально, да, конечно, природа дает человеку все необходимое. Но речь идет о природе дикой. Содержание витаминов в дикорастущих травах и кореньях в разы больше, чем в оккультуренных овощах и фруктах, которые сейчас едим мы. Но дело не только в этом. На фоне современного человек из прошлого вел несравнимо активный образ жизни. Начнем с того, что ежедневно он проходил десятки километров по пересеченной местности, а более того, регулярно мерз. Следовательно, потребность в калориях, а значит пища, была в разы больше. Это говорит о том, что помимо пониженного содержания витаминов, в современной растительной пище человек в принципе не доедает до нужного количества. Но это касается не всех. Правильное питание, регулярное и чистое – залог здоровья. Когда появляются первые симптомы гиповитаминоза, то они имеют такой многоликий характер. То есть это может быть усталость, вялость, частые простудные заболевания, бывают заеды на губах, это ломкость ногтей, волос. В таком случае просто необходимо обратиться к специалисту. Самолечение редко приводит к желаемым и стабильным результатам. Конечно, обязательно при появлении таких симптомов, особенно в весенний-осенний период, необходимо проконсультироваться у врача. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Но часто безобидные комплексы витаминов принимают и для профилактики. Имеет ли это смысл? Или лучше отрегулировать приемы растительных микроэлементов? Большую часть препаратов и так извлекают из природного сырья, в котором они, кстати, спрятаны за клеточными стенками и связаны с белками. А значит, что усваиваются не так просто. В аптечном препарате они подобраны в максимально усвояемом виде, но на самом деле это все одни и те же химические соединения. Допустим, тут все ясно. На химическом уровне витамины одинаковые. Но вот дело в том, что в натуральном форм-факторе они просто вкуснее и ароматнее. К тому же в них содержится полезная клетчатка и углеводы. Так что мой выбор очевиден. Формула проста. Питаясь регулярно, чисто и правильно, можете не бояться витаминоза. Тем более, что на данный момент большую часть продуктов в компенсаторных целях обогащают витаминными комплексами. Например, после отжима витамин С покидает апельсиновый сок в течение часа. А это значит, что его содержание нуждается в контроле. Хорошо, это мы выяснили. Чтобы заработать дефицит большинства витаминов, нужно еще постараться. Большинства, но не всех. В крупных городах витамин Д действительно является дефицитом. Поэтому ждем солнечные дни и как можно больше времени проводим на улице. В наше время узнать о дефиците того или иного микронутриента крайне просто. Достаточно пойти и сдать анализ. Другое дело не лечить себя заранее. А ведь это уникальная проблема для 21 века. Конечно, гипервитаминоз, это можно считать, что это уже заболевание. Потому что люди, не проконсультируясь с врачом, систематически употребляют витамины. Не всегда перебор лучше недобора. Во всем нужно знать грань и стараться удержать комфортный для вас баланс. Практика, впрочем, как всегда отличается от теории. На деле далеко не всегда и совсем не у всех получается регулярно питаться и регулярно находиться на солнце. В таком случае выход – мультивитамины. Но брать их стоит не где-то, а конкретно в аптеке. Тем более, что специалисты настаивают. Правильно питаться не так просто, как кажется. В современном мире, к сожалению, тяжело очень добиться сбалансированного питания. Поэтому чаще всего все-таки необходимы витамины, которые вы можете приобретать в аптеках. Выход предлагают простой и понятный. Комплексы витаминов общего назначения. Правда, принимать их нужно правильно, курсами не больше месяца. Довольно-таки часто симферопольцы приобретают витамины на любые случаи жизни. Девушка захотела забеременеть, она приходит к нам за витаминами. Молодой человек захотел стать папой, планирует, приходит к нам за витаминами. Заболели семьей, они обязательно приходят за витаминами. Разнообразный у цветных коробочек не только состав, но и цена. Впрочем, учитывая стоимость натурального сырья, в этом есть определенный смысл. Как правило, чем выше цена, тем больше биодоступность действующего вещества для организма. То есть изначально идет более дорогое сырье, больше идет исследований на этом сырье. И, соответственно, препарат будет в разы дороже. Принимать витамины или нет, решать только вам. Ясно одно, натуральное питание несет больше совокупной пользы, а синтетическое, в свою очередь, просто удобнее. Помните, цветные пилюли – это не панацея от всех болезней, а лишь необходимая организму поддержка. Артем Андроновский, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Доброе утро. Если вы только к нам присоединились к второй программе «Утро нового дня». Да, сегодня с вами Дмитрий Попов, Алиса Троян. Мы на телеканалах «Первый Крымский», «Крым-24». Настроение у нас прекрасное. Надеемся, что если вы только к нам присоединились, вы получите заряд бодрости и позитива, потому что мы хотим, чтобы ваш день был классный. Поэтому это утро мы с вами. И также информации. Наши корреспонденты готовились к встрече с вами и занялись вопросом о том, что же происходит с фонтанами в Симферополе. Потому что работают, к сожалению, далеко не всех. А когда-то Симферополь имел славу столице, которая была популярна благодаря своей зелени и фонтанам. Забыты и заброшены. В администрации Симферополя насчитали 15 неработающих фонтанов столицы Крыма. Ко дню города планируют обследовать и по возможности запустить еще пять. Многие конструкции пришли в негодность и простаивают десятки лет. Будут ли, как и прежде, называть сердце республики городом фонтанов, узнавала Анна Нечуговская. Площадка дворца культуры профсоюзов. Оба фонтана не работают, плитка разбита, бассейны изрисованы граффити. Зоной отдыха место назвать сложно. Так оно выглядит на кадрах 1984 года. Забыт и фонтан в центре города по улице Гоголя. По словам местных, он украшал Симферополь больше 35 лет назад. Люди отдыхали возле фонтана. Дети бегали, прыгали. Хочется, конечно, чтобы отремонтировали, его сделали. Пожалуйста, чтобы остановили, потому что летом очень жарко. Много народа, прибывает много народа. Тем более поликлиника. Дай бог, чтобы они сделали. Ну, неприглядное, потому что буквально через дорогу там парк Триньёва. Люба дорога посмотреть. А здесь, конечно, оно же видно, что тут сделано маслом облитоспециально. Оно, посмотрите, грязное, жирное, чтобы люди не сидели, не отдыхали. Местные с трудом вспоминают, когда работали фонтаны на реке Салгир. Сейчас о былой красоте напоминают только ржавые трубы. Это было всё чисто. Фонтан работал, музыка, молодёжь туда ходила. И вообще, я уже здесь живу 59 лет в Симферопле. Ну, и раньше, конечно, это было у нас красиво. Да, давно не было чисто. Вот в библиотеку ходим, в библиотеку всё красиво здесь. Ну, тут грязно. Ну, ждём, обещали, что уберут. Очень ждём. Потому что сейчас лето, курортный сезон, и вот так вот как-то стыдно. В центре города, рядом с парком культуры и отдыха, Екатериненский сад, река Адмелела, стали видны груды мусора. Зацвела вода и в прудах возле Салгира. Это один из самых необычных фонтанов крымской столицы. Шахматный сейчас он тоже заброшен. Последний раз его запустили в 2012 году, ко дню города. Некоторые даже предположить не могут, что когда-то здесь был искусственный водопад. Предположить, честно, не могу. Вот, не знаю, фотозона какая-то. Скорее всего, для красоты, наверное, сделали. Мама рассказывала, что здесь был фонтан, было очень красиво. Очень необычная конструкция, было бы очень интересно, если бы его обновили. Администрация Симферополя планирует обследовать заброшенные фонтаны и по возможности начать их эксплуатировать. Обещают сделать чистым и Салгир. Мы ждем сейчас проведения тендерных процедур по чистке реки Салгир. Там 13 километров будем очищать русло. И все вы, наверное, увидели, многие жители, что у нас есть фонтан, который находится прямо в реке. Конечно, при реконструкции набережной мы его запустим, этот фонтан. В администрации насчитали 15 заброшенных фонтанов. Ко дню города обследуют 5. Среди них шахматный, 2 на реке Салгир, возле Куйбышевского рынка и по улице Гоголя. Анна Нечуговская, Александр Смычек, Новости, 24. В Крыму открыт бюст героя русско-турецкой войны, Ламбросу Кационису. Его имя неразрывно связано с полуостровом. Благодаря греческому флотоводцу, служившему Российской империей, появилось название Ливадия Таврическая. Именно там, при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», и появился памятник удивительному человеку. Юрий Авдеев побывал на торжестве. Южнобережная жемчужина Крыма, поселок Ливадия, стал известен далеко за пределами нашей страны, благодаря тому, что это место связано с людьми, чьи имена навечно вписаны в книгу всемирной истории. С конца 19 века здесь располагалась летняя резиденция русских царей трех поколений. Статус летней резиденции русских императоров сам по себе высок. Однако впоследствии Ливадия обрела всемирную известность. Это случилось, когда в феврале 1945 года здесь собрались лидеры Большой Тройки для того, чтобы определить послевоенное мироустройство. Ялтинская конференция глав стран-победительниц проходила в чудом уцелевшем после оккупации Ливадийском дворце. Однако царские хоромы появились не на диком поле. К тому времени место было уже вполне обжитое. Русский монарх приобрел землю у польского магната Потоцкого. Название, заметьте, совсем не польское и не русское. Ливадия – это греческое слово. В конце XVIII века после присоединения Крыма к России Екатерина II раздает земли на южном берегу Крыма своим союзникам, дворянам. И среди таких союзников был греческий военачальник Ламброс Кационис. В награду за воинскую доблесть императрица пожаловала землю, которая напоминала малую родину Кациониса, местечко Ливадион-Близ-Афин. Всю свою жизнь отважный грек посвятил борьбе за освобождение своего народа от османского ига. А свыше 30 лет Кационис отдал служению русской короне под Андреевским флагом. Ламброс Кационис – это патриот Греции, патриот России. Это герой Греции, герой России. И вот в одном человеке совмещена именно любовь к двум родинам. Это очень символично для нас, греков, которые проживают здесь, в России, далеко от родины и являются патриотами Российской Федерации. Теперь в Ливадии на территории школы установлен бронзовый бюст человеку, благодаря которому Ливадия Таврическая обрела свое название. Все те гости, которые приезжают в Ялту, в Ливадию, могут лично увидеть, кто Ливадию образовал. А жители поселка могут отдать дань чести, дань памяти, что был такой прекрасный человек, который на определенном этапе истории создал поселок Ливадия. Инициатива установки мемориала принадлежит Национально-культурной автономии греков Республики Крым Таврида и Крымскому региональному общественному движению «Герои Крыма». У нас получается так, что крымские атары являются инициаторами установки бюста греку. Это показывает... В российском Крыму. В российском Крыму. Не просто в России Крыму, а в Российской Федерации. Это же... Ну, это показывает единство народа. Это показывает, что Крым, Россия, мы едины. И только поддерживая друг друга, мы можем сделать что-то большее, чем просто построить будущее. Мы можем сделать счастливое и богатое будущее. Именем Кациониса названы улицы в греческих городах, корабли и даже подводная лодка. Он стал прообразом для байроновского корсара. На первой родине стоит памятник герою русско-турецкой войны. Теперь и на второй родине флотоводца есть его бюст. Ламброс Кационис прожил яркую, насыщенную жизнь. Обстоятельства его смерти в 1805 году так и остались неизвестными. По одной из версий, он был отравлен турецким шпионом. Юрий Авдеев, Игорь Сюткин, Новости 24, Ялта. Трудно представить, что на самом деле по Крыму ходило так много знаменитых и великих людей. И, оказывается, по нашему центру города ходил Маяковский, жила по Инораневской. И Анна Ахматова тоже жила в Ялте, ну и Чехов. И когда об этом думаешь, ты даже не веришься, что, оказывается, вот здесь, прямо на этих улицах, хранятся следы великих людей, которые оставили просто неоценимый вклад в литературную историю. Крым притягателен, особенно для звезд. Так что, если вы живете в Крыму, может, и вы являетесь одной из таких вот почетных личностей. Ну, а у нас есть новость для тех, кто... Волнительная новость для тех, кто любит понервничать. Потому что предугадывают, предсказывают, ну не звезды, а эксперты, то, что цена на валерьяну, валидолу, корвалолу и так далее будет расти, потому что в них есть спирт, в общем, пищевого, из пищевого сырья. И для того, что этот спирт хотят изъять из оборота, чтобы его не было, чтобы при производстве этой продукции его не употребляли, будут искать замену, альтернативу. А значит, это понадобятся дополнительные деньги, средства для того, чтобы найти что-то более дорогое и не из пищевого сырья. Ну и, разумеется, за такие перемены, вероятно, будут платить сами крымчане, да и россияне в целом. Потому что этот законопроект сейчас рассматривается. Это сделается для того, чтобы в целом алкоголь был более качественный, для того, чтобы не было подделок алкоголя. Потому что пищевое сырье, оно будет, воборот, жестко контролироваться. Поэтому ради благополучия требуются определенные жертвы. Кстати, по поводу этих таблеток, БАДов и прочего лекарственного сырья. Очень опасная возникает ситуация. Вот две девушки решили заказать себе таблетки для похудения. Но оказалось, что в них содержатся наркотические вещества, которые запрещены в Российской Федерации. И поэтому девушки получили административное наказание. Одна получила, а вторая, по-моему, даже заключена под стражу, потому что они заказали эти таблетки, не вглядываясь в состав. И нарушили этим законодательство. Ну, в принципе, сейчас же совсем скоро теплеет. А известно, что в жару хочется кушать гораздо меньше. И поэтому давайте узнаем, какой же сегодня будет погода на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь информация для наших слабовидящих телезрителей. В Евпатории сегодня погода будет плюс 26, а в Керчи плюс 23. А в Ялте как раз-таки немножко похолодает. 20 градусов в Симферополь же не перестает радовать 26. Но мы ждем от него, чтобы солнышко поднатужилось и побольше послало нам приятных теплых лучей. Ну и, кстати, есть такая необычная новость для метеозависимых людей, потому что на Земле началась крупнейшая за последние два года геомагнитная буря, связанная с взросшей солнечной активностью, которую мы можем все на себе ощущать. Явление приведет к возникновению полярных сияний, помех в радиосвязи и ухудшению самочувствия людей. Она оценивается в 3 балла по 5-бальной шкале и представляет собой такое достаточно неприятное, но красивое явление, если северное сияние действительно там, где оно бывает, будет радовать людей. Но есть у нас и прекрасная новость для тех людей, которые боятся магнитных бурь, потому что, как отвечают врачи, фактически не доказано, что они действительно могут каким-то образом погубить здоровье. Поэтому, если вам поможет такой подобный эффект плацебо, вас эта проблема не заденет, и день пройдет у вас прекрасно. Так что не ищите проблемы, а ищите возможности радоваться хорошему самочувствию. А еще радуйтесь возросшему солнечному свету и отправляйтесь куда-нибудь на автомобиле, потому что путешествовать по Крыму можно бесконечно. А о том, сколько же стоит сейчас бензин, нам Дима и расскажет. Значит, самое время перейти у нас к цене на дизельное топливо. Да, и не только. Я думаю, мы уже готовы озвучить эту стоимость. Итак, наш газ стоит 26,66 рубля. Дизельное топливо 50 рублей 31 копейку. 92-й 46 рублей 27 копеек. 95-й 50 рублей 4 копейки. И самый дорогой 98-й. О, ты мой дорогой. 56 рублей 39 копеек. Ну, зато, наверное, самый палец для вашего автомобиля, если вы о нем заботитесь. Да и в целом, кстати, у нас есть возможность даже такую замечательную новость озвучить, что у нас будет ходить комета из Ялты в Севастополь. Это, получается, такое судно с крыльями, так сказать, что он, когда идет вперед, оно немножко приподнимается, двигается с скоростью 65 км в час. Билеты, чтобы на нем проехать, будут стоить до 800 рублей. Детские, разумеется же, и дешевле. Будут еще экономные места, поэтому с 1 июня у вас будет возможность, может, кому-то как на маршрутке проехать, а кому-то может насладиться такой вот волшебной поездочкой. Итак, у нас есть возможность сейчас узнать, что нас ожидает с ростом или с падением цен на евро и доллар. Итак, приступаем. Доллар у нас упал. Упал доллар 65 копеек, точнее 65 рублей 30 копеек. Если бы 65 копеек доллар стоил, я был бы прекрасно счастливый человек. Ну, если вы, конечно, храните в долларе, вы бы расстроились. Итак, евро стоит 73 рубля 37 копеек. Тоже он упал и потерял свою позицию. В общем, не сохраняют они свои тенденции, а немножко шалят. Ну, а как раз-таки по поводу шаления актеров на экране происходит что-то странное с кинобизнесом. Появляется много премьер, но которые почему-то не встречают какого-то ажиотажа у зрителей. Но, тем не менее, составили статистику о том, какие же самые ожидаемые фильмы лета, потому что лето, я напоминаю, оказывается, уже наступает через две недели, и уже можно просто вести обратный отчет до этого времени. Но надеюсь, что погода как раз-таки уже будет позволять сейчас не особо обращать на это внимание. Так вот, в перечень списка, которые выйдут в мае, наиболее ожидаемые вошли третья часть Джона Уика, которая, кстати, выйдет завтра, триллер «Гори-гори ясно» и фильм ужасов «Ма». «Ма»? Да, для любителей пощекотать нервы. Слушай, я даже не слышал о таком, надо будет посмотреть. Ты не слышал, а уже ждут многие люди, оказывается. Да, говорят, дайте нам «Ма». А вот, кстати, за последние выходные особой популярностью пользовались «Мстители 4» и «Финал», и собрали они в кинопрокате 63 миллиона долларов. То есть прям люди очень охотно шли на этот фильм. Но были ли они довольны, конечно, я не могу сказать у каждого свои личные переживания. Но вот я уверен, что вас порадует то, какую программу приготовили для крымчан театра, да и не только. В драматическом театре имени Горького «Комедия» выходили бабки замуж. Героини спектакля четыре подруги-пенсионерки. Несмотря на возраст, они полны оптимизма и надежды на лучшее. А тут еще и завидный жених появился с солидным приданным, собственно, и сбой. Кому он достанется? Начало в 19.00. В театре имени Горького премьера – кукольная постановка для взрослых по бессмертному произведению Артура Конан Дойла «Собака Баскервиллей». Шерлок Холмс и доктор Уотсон расследуют загадочную историю зловещей собаки-проклятия, преследующей род Баскервиллей. В этот день на сцене музыкального театра сатирическая комедия «Колесо Фортуны». В основе спектакля – культовый роман Юрия Полякова «Козленок в молоке». Главные герои поспорили, можно ли при помощи пиара сделать из любого человека – гениального писателя-авангардиста. Смешная история о ненастоящем творце и вполне реальной литературной премии. Начало в 19.00. В кинотеатрах в этот день комедия – мошенницы. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Для самой младшей аудитории мультфильм «Маугли дикой планеты». В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием должен дождаться спасения и изучить окружающий мир. Один мужчина похвастался в интернете, что изобрел новый способ, как избавиться от тещи, которая проходила каждый день. Без приглашения и постоянно, как он говорит, ворчала. Дело в том, что его жена китаянка, они очень консервативные, и они иногда не знают границы личного пространства. Если зятю как-то удалось объяснить отцу супруге, что не надо каждый день приходить, то с тещей он так поступить не мог. Тогда он узнал, что она панически боится тарантулов и пауков, в принципе, и свел себе такого домашнего питомца. А как говорит, что от женщины и след простыл, а ему действительно показалось, что это животное очень милое и трогательное? Ну, знаешь, вообще с китайцами это такая отдельная история, у них особая такая глубокая культура. Я смотрел ролик, тоже там парень поженился с китаянкой, он рассказывает, мы каждый день ходим за продуктами, каждый день. Проблема не в том, что его девушка много любит покушать, а в том, что они любят именно свежую еду, и поэтому она его побуждает всегда ходить за продуктами каждый вечер, вот такая у них традиция. Ну, разумеется, ему это не нравится. А вот как раз-таки еще один материал, только уже на другую тему, у нас готов. Следующий сюжет, пожалуйста, пис в студию. Дизайн будущей обуви создается здесь. В специальной программе рисуется проект новых сапожек. После этого готовая выкройка попадает в руки закройщика. Расскажите, в чем заключается ваша работа? Я так понимаю, все начинается именно с вас. Да, так и есть. Я начинаю с товара сверху обуви. Я его раскраиваю в детали, которые в дальнейшем перейдут уже заготовщицам. Они сшивают, делают заготовку, передают сапожникам и уже собирают обувь. Например, из вот такого цельного двухметрового куска на выходе получается четыре пары сапог. Сотрудники этой фабрики предпочитают шить обувь из натуральных материалов. В основном используют кожу крупного рогатого скота. По их мнению, она более эластичная и долговечная. Мы сейчас будем спускать по толщине деталей для того, чтобы они более эластично подгибались. И мы потом будем собирать из них верх самой обуви. После обработки детали сшиваются между собой внахлёст, чтобы шов не разошёлся. При этом длина стежка не должна превышать четырёх миллиметров. Обувь перьётся не только из-за плохо сделанной строчки, но и из-за низкого качества промежуточного материала. Поэтому каждый используемый в изделии товар должен быть сертифицирован. Ровная строчка ещё не показатель качества. В первую очередь стоит обратить внимание на комфорт обуви. Если где-то жмёт или наоборот нога недостаточно зафиксирована, то в дальнейшем изделие будет деформироваться. Для того, чтобы обувь держала форму, используют вот такие термопластичные материалы. Это подносок и пятка. На высыхание этого материала должно уйти не менее 12 часов. Без подноска и задника обувь имела бы форму калоши. Каждая стелька вырезается вручную, после чего наносится логотип фирмы-производителя. Устанавливается стелька на колодку, соответственно, она промазывается клеем, выдерживается определённое время. Для каждой операции есть свой технологический процесс. Затем полуфабрикат отправляется на комбайн. Там он обрабатывается, как говорят специалисты, шкурится, после чего к изделию подбирается подошва. Например, полиуретановая подходит только для летней обуви, потому что не выдерживает морозов. А ТЭП-материал годится для любого времени года. После вклеивания вкладной стельки обувь отправляется в зону контроля качества, где её уже проверяет инженер-технолог. Если брак отсутствует, она упаковывается и отправляется на прилавки. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня вас, крымчане. Сейчас мы находимся на площади Куйбышева. Ещё буквально полчаса назад сюда добраться можно было относительно быстро, свободно и легко. Сейчас уже сделать это не получится. Пробки. И пробки, конечно же, по обыкновению не только здесь. Стоит улица Шмидта, стоит центральный район города, центральный рынок, площадь Советская. Дальше расскажу информацию, полезную для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом. Дело в том, что с 1 июня будет созвана специальная комиссия, которая займётся рассмотрением итогов деятельности региональных автоперевозчиков. Дело в том, что вместе с тем, как региональные перевозчики подняли цены, произошло подорожание цен на пользование общественным транспортом, они обязались выполнять и ряд дополнительных мер по улучшению качества обслуживания. Это касается и водителей. Водители должны проходить регулярные медосмотры. В салонах транспортных средств должна поддерживаться постоянная чистота. Должен быть достойный уровень обслуживания людей, которые пользуются этим транспортом. Ну и, наверное, самый важный пункт. Транспорт должен ходить по графику. Особенно это касается движения в вечерние часы. Никакие рейсы не должны быть отменены. Все должно быть налажено. И дело в том, что сейчас все эти требования выполняются далеко не в полном объеме, о чем ежедневно свидетельствуют новые посты в социальных сетях. Ну и не только. Проблема на самом деле большая. И специальная комиссия, которая будет заниматься рассмотрением итогов работы, может прийти к выводу, что цены стоит все-таки опять снизить до тех, которыми они были ранее. Вот такая новость. Я думаю, новость актуальная, полезная и интересная для большого количества крымчан. Коллеги, вам слово. Спасибо большое. Да, действительно интересная информация. Я, кстати, со Стефаном абсолютно согласен. Когда ездишь и думаешь, да, здесь можно было бы лучше сделать. И вот, допустим, если ехать вечером со стороны Кубышевского кольца в сторону Марина, ты уже ждешь скорее какой-то межгородний транспорт, чтобы на нем проехать несколько остановок. Готовы заплатить куда больше, да, там, ну там даже некоторые просят 50 рублей один раз платил, чтобы проехать там буквально пару остановок в ночное время. Но, как бы, если бы была такая возможность с общественным транспортом, было бы действительно круто. Но, мало того, люди в социальных сетях жалуются, особенно я же матери, на состояние вот игровых площадок, специальных игровых комнат. И в Бахчисарае на это обратили внимание правоохранители, провели проверку и обнаружили в двух серьезные нарушения, связанные с состоянием, так сказать, аттракционов детских, которые там есть. Сказали, документов нет, качество не соответствует. Да еще и нашли нарушения пожарной безопасности. За нарушениями и замечаниями последовали штрафы от 10 одному до 15 другому. Кстати, не стоит пренебрегать нарушениями правилами пожарной безопасности, потому что за минувшие сутки в Крыму удалось сотрудникам МЧС ликвидировать 7 пожаров. 7 пожаров, один из которых был в Керчи, где горел 16-этажный дом, а один из них в Евпатории на улице 60 лет Октября, где спасли женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. И врачи диагностировали у нее отравление угарным газом и алкогольное опьянение, которое могло бы ей помешать выбраться из горящего здания. Ну, действительно, это страшная ситуация, что я, допустим, слышал от зоологов, то, что животные хорошо чувствуют беду и готовы как раз-таки предупредить о тревоге своего хозяина. Поэтому, если у вас еще нет домашнего животного, посмотрите внимательно на следующую рубрику, и, может, вам понравится вот наш товарищ. Волшебная Сью, очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. А вот у нас есть как раз-таки такая очень удивительная новость в том, что в Калининграде заметили очень уникального вора, который почему-то не додумался, что бывают камеры видеонаблюдения, и он решил ползком проползти, чтобы похитить себе продуктов. Это был молодой человек-парень, так что если бы это был человек, который действительно нуждается, можно было бы сказать, а вот, может, у человека такая вот трагедия, у него нет возможности найти себе пропитание, но нет, он нашел такой вот хитро сплетенный способ, прополз, и, в общем, за этим все весело наблюдал весь персонал по камерам наблюдения, ну и, конечно же, его вовремя схватили. Поэтому не забывайте, есть старший брат, который внимательно за вами следит, и, конечно же, лучше вести правильный образ жизни и не нарушать закон. Между прочим, кстати, в Симферополе тоже отличилась одна женщина, которая украла куст можжевельника, и в сети пользователь... Ой, я видел это видео. ...жаловался и ругался, что он самостоятельно приобрел этот... 11 тысяч рублей потратил на этот куст, чтобы действительно радовать душу всем. Но, увы, у нас такой менталитет, и иногда, если бы таких случаев не было, я думаю, людей, которые готовы вкладывать свои средства в развитие нашего города, в общественную территорию, было бы куда больше. А так люди делают общественную площадку, да, допустим, детскую площадку, песочницу, и приходят те, которые все это ломают, разрушают, и второй раз повторить такой вот подвиг, так сказать, для общественности. Конечно. Ну, в интернете есть как хорошие, так и плохие новости. Мы собрали максимально позитивные для того, чтобы у вас с утра было хорошее настроение. Что делать, если работа и настоящее призвание? Это два несвязанных между собой дела. Совмещать, уверен строитель, который и дня не может прожить без танца. Глядя на то, как четко и плавно двигается герой видеоролика, возникает вопрос, почему он этим не зарабатывает? Баскетбол игра, в процессе которой лидерство может переходить от одной команды к другой десятки раз. В редких случаях победитель определяется и вовсе после сигнала, оповещающего о конце финального тайма. Сирена прозвучала, когда мяч находился в воздухе. Белые проигрывали на одно очко, соответственно, два набранных вывели команду вперед. Только посмотрите, с какой легкостью многотонная машина делает сальто. Кажется, что профессионализму и бесстрашию водителя нет предела. Однако ликование на трибунах прекращается вместе с падением джипа на крышу во время следующего маневра. Каратэ учит практикующего продолжать тренировку даже тогда, когда сил уже не осталось. Этот малыш тому подтверждение. Спустя множество попыток сломать доску не выходило. Тем не менее, несмотря на слезы, парень не отступил. Именно так закаляются характер и воля. Если урок интересен, то и дети вникают в тему активно. Видимо, так и считает этот учитель физики. Ход, конечно, интересный, но о правилах безопасности забывать не стоит. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и на все это вместе. Объединение стихий выглядит действительно завораживающе. Возможно, это тест инновационной разработки. И в будущем в мире появятся такие фонтаны. Как взаимодействовать с управляющей компанией? Что делать, если у вас грязный подъезд и не работает лифт? На эти и другие вопросы ответит наш следующий гость. Да, вам кажется, может, что мы эту тему подобную уже обсуждали. Но она неочерпаема и глубока. И тем более, нас люди беспокоят с подобными вопросами. На них нам будет отвечать заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Ирина Акулова. Здравствуйте. Доброе утро. Ирина Васильевна, здравствуйте. Может, видели наш вчерашний эфир, если не видели? Или, может, повторим некоторые вопросы, связанные с этой темой. Все же управляющие компании, тенденция к исправлению и на путь правильный, они уже встали в Крыму. Потому что неоднократно мы смотрели совещание с главой республики. Сергей Аксенов отмечал, что необходимы перемены в этом направлении. Да, перемены действительно необходимы. Эталонных компаний, управляющих для государственного жилищного надзора Республики Крым нет. То есть в той или иной мере все управляющие организации при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами допускают нарушения. Как вы думаете, эти нарушения преднамерены, если так честно? Есть объективные причины. Это срок эксплуатации жилищного фонда. У нас большинство домов построено в 70-х, 80-х годах прошлого века. И есть действительно жил фонд, который и 1900-х годов, и за ним нужно надлежащим образом ухаживать. Но с другой стороны, есть действительно факт недлежащего исполнения управляющими организациями условий договоров, лицензионных требований. И для нас такие нарушения являются основанием для проведения проверок. Проверки как часто проводятся? Есть ли у нас какие-то настойчивые нарушители, которым раз штраф выпали, два штраф выпали? Или есть возможность все же заменить такую правильную компанию? Ну, проверки проводятся регулярно. То есть у нас законом предусмотрено проведение плановых проверок. План проверок формируется ежегодно на будущий год. И в течение календарного года мы проводим плановые проверки. И мы проводим внеплановые проверки на основании обращения граждан, юридических лиц. Вот как раз в части ненадлежащего содержания управляющими организациями общего имущества многоквартирных домов. Что касается изменения способа управления многоквартирным домом, то собственники, в случае, если управляющая компания ненадлежащим образом осуществляет управление многоквартирным домом, могут в любой момент принять решение об изменении способа управления и выбрать другую управляющую компанию, либо создать товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив. Капитальный ремонт – это входит в обязанности управляющей компании, или же за это отвечают какие-то другие ведомства? Капитальный ремонт осуществляет в Республике Крым, как и в других регионах, некоммерческая организация – фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым. То есть у нас есть своя организация, которая осуществляет капитальный ремонт. Управляющая организация осуществляет только текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов. А управляющая компания может как-то повлиять для того, чтобы аварийный дом, например, или дом, который требует серьезного ремонта, для того, чтобы его заметили, то есть как-то повлиять, поставить его где-то в очереди на более ранние сроки? Мы знаем, что программа капитального ремонта сформирована на 30 лет, и каждый дом попал в определенный период на определенные виды работ, которые предусмотрены действующим законодательством. В данном случае должно быть решение общего собрания собственников о переносе сроков проведения капитального ремонта, если таковое требуется. Далее соответствующие документы подаются в орган местного самоуправления, и на основании предложения органа местного самоуправления министерством ЖКХ и фондом рассматривается вопрос о пересмотре сроков проведения капитального ремонта. Вот некоторые замечания тоже глава республики делал, говорил, что сети интернета в ненадлежащем состоянии, и говорил, вот нужно сотрудничать с организациями, которые проводят их, вот там все наводят в порядок постепенно. Есть ли еще какие-то указания или, допустим, решения, которые сейчас действительно в первую очередь поставлены в приоритете, чтобы эти управляющие компании ими занимались? Допустим, вот каждый подъезд должен убираться через неделю, ну или что в таком духе, где уже можно заметить, было нехорошо, стало замечательно. Ну, на самом деле законодательством урегулирована периодичность предоставления тех или иных видов услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Это минимальный перечень работы услуг, утвержденный постановлением правительства 290, и в зависимости от технических характеристик дома управляющая компания обязана выполнять минимальный перечень таких работ и услуг. Ну, основные направления, помимо провайдеров, да, это все-таки надлежащее содержание общего имущества. Во-вторых, глава республики Крым ставит вопрос о, скажем так, использовании денежных средств, да, и выполнении работ, а также подписании актов выполненных работ собственникам обещения, чтобы ни одна копейка со счета управляющей компании по данному конкретному дому не списывалась неправомерно. А вот, допустим, знаете, ну, обычная ситуация, я пошел в магазин, купил себе, там, грубо говоря, 3 банки молока, и мне дали 2, и я говорю, я заодно не заплатил, вы мне не дали, поэтому я не буду за нее платить. Также и здесь, допустим, если я зафиксировал, что у меня, допустим, не убирали подъезд 3 месяца или еще другую фиксацию сделал, смогу ли я стоять в суде, чтобы мне мои деньги вернули? Ну, на самом деле, в данном случае даже обращения в суд нет необходимости. Если есть соответствующие акты, составленные с участием управляющей организации и собственников помещения, это касается не только уборки, а всех видов работ по содержанию общего имущества. В данном случае такие акты направляются в адрес управляющей компании, и они являются основанием для произведения перерасчета за период, в который услуга не оказывалась. В случае, если управляющая организация в добровольном порядке не осуществляет перерасчет, тогда собственник или актив дома обращается в адрес инспекции по жилищному надзору Республики Крым, мы проводим соответствующую проверку и выдаем предписание произвести перерасчет. То есть суд, это уже крайняя мера, когда уже предписание инспекции не исполнено. Но по практике часть перерасчетов осуществляется в добровольном порядке, часть перерасчетов по предписаниям инспекции. Я хочу сказать, что только в этом году уже более чем на полтора миллиона рублей произведены перерасчеты собственникам помещения на основании документов реагирования инспекции по жилищному надзору Республики Крым. Но по факту я слышал, что если управляющая компания постоянно игнорирует свои обязанности, то там штрафы могут быть, если не ошибаюсь, до 350 тысяч рублей? До 300 тысяч рублей штрафы, то есть есть градации, есть грубые нарушения. А какие грубые? К грубым нарушениям, в том числе, относится незаключение договора на обслуживание внутридомового газового оборудования, незаключение договора со специализированной организацией на обслуживание лифтов. Это те, скажем так, технические составляющие многоквартирного дома, которые влияют на безопасное проживание граждан непосредственно. За грубые нарушения штрафные санкции до 350 тысяч рублей, действительно. Спасибо большое. Будем надеяться, что действительно управляющие компании возьмут себя в руки и будут тщательно следить за домами. Ну а у нас самое время обратиться к жалобам граждан в сети интернет, потому что сейчас самое время для рубрики Крым онлайн. В Симферополе ликвидировали пожар в районе Центрального рынка. В 7.20 утра очевидцы сообщили о возгорании. Оказалось, что загорелся обувной бутик площадью 100 квадратных метров. Работу пожарных осложнило то, что в магазине было много товара. Как отметили ведомстве, повреждена кровля и вещи, которые находились в помещении. Среди людей, пострадавших, нет. Внешние камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая не смогла пройти мимо ухоженного палисадника. Куст можжевельника так покорил сердце прохожей, что она не смогла с ним расстаться. Судя по тому, как она ускорила ход, причем в другом направлении, понятно, что о том, что поступает плохо, догадывается. Если очень хочется сыра Дорблю, а денег на него нет. Симферопольские магазины готовы удовлетворить запросы самых требовательных гурманов. Пользователи соцсетей жалуются, что неоднократно находили здесь и молоко Дорблю, и хлеб Дорблю, и прочую испорченную продукцию. На улице Сперо вместо ям на дороге образовалось озеро. Главная опасность в том, что в дождливую погоду эти выбоины заметить трудно, и можно запросто остаться там. Изучать археологические наслоения этой дороги. На улице Караимская дорога больше похожа на кратер вулкана. В социальных сетях размышляют, а может это вход в подземелье? У нас есть позитивная и положительная новость. Как раз таки в Крыму назвали единственный регион, где естественный прирост населения больше. Это значит, что у нас людей приходит сюда больше, чем уходит. Если так, можно сказать. Другие районы, которые раньше были в этом успешными, немножко сдали свои позиции. А конкретно это был Джанкойский и Белогорский район. Наверное, в связи с тем, что там рождается много деток, и люди живут действительно долго и счастливо. А сейчас какой лидирует? Ну, сейчас как раз таки Симферополь занял твердую позицию, и он самый прибыльный и прирастающий, если так можно сказать. Ну и, кстати, между прочим, в Республике Крым число долгожителей равняется 77 людям. Это люди, которым больше 100 лет, и их у нас оказывается большое количество. 20 человек в этом году им исполнилось 100 лет. Они получили пособие. Всего их 77, а самому старшему нашему долгожителю 107 лет. Очень приятно, что эти люди живут долго. Возможно, это благодаря климату, возможно, это благодаря той жизни, которой они живут на полуострове. Также хочется отметить, что некоторые у нас долгожители отметили золотую свадьбу. 60 лет они прожили вместе, и наш корреспондент побывала и пообщалась вместе с ними. Под крики «Горько» они смущаются так же, как и 60 лет назад. У Елены Петровны и Станислава Дмитриевича Семененко свадьба. И не простая, а бриллиантовая. Счастливые супруги признаются, что есть несколько секретов крепкой совместной жизни. Взаимопонимание, доверие, терпение, чтобы понимали друг друга. Создавая семью, надо преодолеть большие трудности. Потому что воспитать детей – это очень тяжелая задача. Больше полувека они прожили в любви и согласии. Познакомились на танцевальной площадке в Доме офицеров. На внимание Елены претендовало в тот вечер двое. Соперник Станислава Дмитриевича подошел и пригласил Елену на танец первым. А ему она отказала. Сердце навсегда отдала будущему супругу. Эту историю не раз рассказывали детям. Отец решил через три дня уже жениться на моей матери. Она ему отказала. Потому что в те годы на первую очередь стояло патриотическое воспитание. И она училась в медучилище. И она сказала, что ей надо сначала получить образование. И на долгие три года люди расстались. После того, как мать уже закончила училище, пошла работать фельдшером в сельское село, отец ее все-таки опять созвонился. Нашел ее. Списался, да, в 59-м году. И все-таки победил его чувства. Елена Петровна работала врачом на скорой помощи. Когда было тяжело, спасал любимый супруг. Вот так, не отпуская друг друга ни на миг, они вместе идут по жизни больше полувека. По такому же принципу строят семью их дети. Основа, конечно, семьи их и наша доброта, любовь, понимание. Что и в принципе все время передавалось. 60 лет пролетели как один миг. Всю жизнь трудились и воспитывали детей. Сегодня здесь собралось сразу три поколения. Две дочери, шесть внуков, шесть правнуков. Что ты пожелаешь бабушке и дедушке? И бабушке, и дедушке, посмотрите, у них было здоровье, счастье. Станы всегда были забыли. Счастливые молодожены говорят, жизнь прожить не поле перейти. И хотя у них нет ни одного бриллианта, для них главные ценности более весомые. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Счастливые молодожены. возможность объехать этот район города каким-то образом, даже по объездной. Воспользуйтесь этой возможностью. Что еще сегодня меня действительно удивило. Как выезжать из городской больницы и детской, да и не только. Тут образовалась пробка. Раньше ее не было. Я думаю, это связано с тем, что мы снимали даже там сюжет. И там ставят знаки, что парковаться нельзя. Но люди почему-то это делают. И вот здесь вот, сейчас покажу вам. Вот видите, участочек. Вот больницы. И здесь много стоит припаркованных машин. Мы часто жалуемся и говорим, что едет к нам скорая 2-3 часа и более. Вот вам ответ на загадку, почему это связано. Поэтому, если у вас есть возможность, паркуйтесь подальше от больниц. Таким образом, может, вы сделаете хорошее дело и спасете кому-то жизнь. Если обратить внимание на следующий проблемный участок, это улица Севастопольская и, можно сказать, параллельная улица. Рядом с ней улицы Русские. Русская тоже там наблюдается проблема. Причем, сегодня мы не ищем более простого пути. Вот эти две улицы. Потому что можно наблюдать, что здесь есть пробки и здесь есть пробки. Практически одинаково. Да и сократить вряд ли у вас получится. Также мы можем обратить внимание, что меня сегодня порадовало. Это, если двигаться по объездной дороге, здесь вот улица Куйбышева. Как раз-таки развязка абсолютно свободна. Но, на мое удивление, если все же двигаетесь по улице Киевской, то объедьте вот по этой улице, по улице Куйбышева. Потому что здесь почему-то образуются постепенно пробки. И пробки эти образуются как раз-таки на развязке. Чего, в принципе, быть не должно. И сегодня страдает у нас улица Москалева. Потому что движение заблокировано в одну и другую сторону. Поэтому, если у вас есть возможность объехать под той же улицей Ким, то воспользуйтесь этой возможностью. Потому что здесь особо пробки нет. Только единственное, когда вы будете выезжать на главную дорогу. А так, все, в принципе, замечательно. И, ну, таких больших пробок в центре города особо не наблюдается. Ну, кстати, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей. И теперь нарушителей планируют приравнять к убийцам. Согласно законопроекту, в случае причинения тяжелого вреда здоровью, пьяному водителю грозит от 3 до 7 лет. Раньше было 4 года. Ну, вернее, пока что еще действуют старые нормы. Если он виновен в гибели человека, то получит от 5 до 12 лет тюрьмы. Сейчас от 2 до 7. Если в ДТП погибли двое или более лиц, преступника ждет наказания от 8 до 15 лет. Ну, действительно страшная, ну, вообще история с этими авариями. Потому что в Крыму эта ситуация довольно популярна. И обострилась она при строительстве трассы Таврида. Потому что люди еще не понимают, что она не до конца достроена. И нажимают на газ. И мы постоянно видим сводки новостей о том, как что столкнулась, допустим, легковушка и грузовик. Это уже не редкость. И, разумеется, в первую очередь страдают те, кто были в легких автомобилях. И, как правило, выживших там практически не остается. Поэтому будьте внимательны и следите за дорогой. Ну, а, кстати, хочется отметить, что на трассе Таврида работают видеокамеры. Теперь там фиксируется ваша скорость. Несмотря на то, что дорога еще тестируется во многом, но камеры там уже установили. Поэтому тоже не советуем вам особо разгоняться. Потому что могут быть какие-то проблемы в виде денежных штрафов, которые вам явно не нужны. Ну, а теперь самое время поговорить о том, что с наступлением весны, а теперь уже и предстоящим летом, очень важно заботиться о витаминах, которые поступают в ваш организм. Наш корреспондент расскажет об этом подробнее. Стрим! Ну, наконец-то, к нам пришла весна. Правда, как говорят, вместе с ней заглянул я витаминоз. С этим нужно срочно что-то делать. Во-первых, я выбрался в парк под ультрафиолетовые лучи солнца, вырабатывать витамин D. Но этого мало, нужен целый комплекс. Правда, какой выбрать? Синтетический? Или все же традиционно натуральный? Хороший вопрос. Давайте разберемся. Начнем, пожалуй, с авитаминоза. Таким термином обозначают состояние критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме. Он, безусловно, опасен, но сам по себе встречается редко. Если у вас нет ярко выраженных симптомов, переживать не о чем. А витаминоз, как правило, это такое уже серьезное заболевание. А гиповитаминоз – это то состояние, которое происходит у нас обычно в весенний-осенний период, имеет сезонный характер и связано с тем, что в организм поступает недостаточное количество витаминов с пищей. Так что, получается, переживать за нехватки витаминов не стоит и вовсе? Увы, но вопрос не самый простой. Изначально, да, конечно, природа дает человеку все необходимое. Но речь идет о природе дикой. Содержание витаминов в дикорастущих травах и кореньях в разы больше, чем в оккультуренных овощах и фруктах, которые сейчас едим мы. Но дело не только в этом. На фоне современного человек из прошлого вел несравнимо активный образ жизни. Начнем с того, что ежедневно он проходил десятки километров по пересеченной местности, а более того, регулярно мерз. Следовательно, потребность в калориях, а значит пищи, была в разы больше. Это говорит о том, что помимо пониженного содержания витаминов, в современной растительной пище человек в принципе не доедает до нужного количества. Но это касается не всех. Правильное питание, регулярное и чистое – залог здоровья. Когда появляются первые симптомы гиповитаминоза, то они имеют такой многоликий характер. То есть это может быть усталость, вялость, частые простудные заболевания, бывают заеды на губах, это ломкость ногтей, волос. В таком случае просто необходимо обратиться к специалисту. Самолечение редко приводит к желаемым и стабильным результатам. Конечно, обязательно при появлении таких симптомов, особенно в весенний-осенний период, необходимо проконсультироваться у врача. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Но часто безобидные комплексы витаминов принимают и для профилактики. Имеет ли это смысл? Или лучше отрегулировать приемы растительных микроэлементов? Большую часть препаратов и так извлекают из природного сырья, в котором они, кстати, спрятаны за клеточными стенками и связаны с белками. А значит, что усваиваются не так просто. В аптечном препарате они подобраны в максимально усвояемом виде, но на самом деле это все одни и те же химические соединения. Допустим, тут все ясно. На химическом уровне витамины одинаковые. Но вот дело в том, что в натуральном форм-факторе они просто вкуснее и ароматнее. К тому же в них содержится полезная клетчатка и углеводы. Так что мой выбор очевиден. Формула проста. Питаясь регулярно, чисто и правильно, можете не бояться витаминоза. Тем более, что на данный момент большую часть продуктов в компенсаторных целях обогащают витаминными комплексами. Например, после отжима витамин С покидает апельсиновый сок в течение часа. А это значит, что его содержание нуждается в контроле. Хорошо, это мы выяснили. Чтобы заработать дефицит большинства витаминов, нужно еще постараться. Большинства, но не всех. В крупных городах витамин Д действительно является дефицитом. Поэтому ждем солнечные дни и как можно больше времени проводим на улице. В наше время узнать о дефиците того или иного микронутриента крайне просто. Достаточно пойти и сдать анализ. Другое дело не лечить себя заранее. А ведь это уникальная проблема для 21 века. Конечно, гипервитаминоз, это можно считать, что это уже заболевание. Потому что люди, не проконсультируясь с врачом, систематически употребляют витамины. Не всегда перебор лучше недобора. Во всем нужно знать грань и стараться удержать комфортный для вас баланс. Практика, впрочем, как всегда, отличается от теории. На деле далеко не всегда и совсем не у всех получается регулярно питаться и регулярно находиться на солнце. В таком случае выход – мультивитамины. Но брать их стоит не где-то, а конкретно в аптеке. Тем более, что специалисты настаивают. Правильно питаться не так просто, как кажется. В современном мире, к сожалению, тяжело очень добиться сбалансированного питания. Поэтому чаще всего все-таки необходимы витамины, которые вы можете приобретать в аптеках. Выход предлагают простой и понятный. Комплексы витаминов общего назначения. Правда, принимать их нужно правильно, курсами не больше месяца. Довольно-таки часто симферопольцы приобретают витамины на любые случаи жизни. Девушка захотела забеременеть, она приходит к нам за витаминами. Молодой человек захотел стать папой, планирует, приходит к нам за витаминами. Заболели семьей, они обязательно приходят за витаминами. Разнообразный у цветных коробочек не только состав, но и цена. Впрочем, учитывая стоимость натурального сырья, в этом есть определенный смысл. Как правило, чем выше цена, тем больше биодоступность действующего вещества для организма. То есть изначально идет более дорогое сырье, больше идет исследований на этом сырье. И, соответственно, препарат будет в разы дороже. Принимать витамины или нет, решать только вам. Ясно одно, натуральное питание несет больше совокупной пользы, а синтетическое, в свою очередь, просто удобнее. Помните, цветные пилюли – это не панацея от всех болезней, а лишь необходимая организму поддержка. Артем Андроновский, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Ну, это такая распространенная тема для спора, потому что, допустим, с некоторыми ребятами, которые занимаются спортом, я спрашивал, а как же лучше? Они говорят, ну, если ты хочешь достаточно витамина С, тебе нужно съесть пару лимонов, точнее, пару килограммов лимонов. Это в лучшем случае. Поэтому, если у вас аппетит не такой богатый, ищите возможности подзаправиться и вот витаминками. Допустим, мне мама покупает витаминки, спасибо ей большое, спасибо, мама, если меня смотришь. Вот, и я пользуюсь возможностью. А вот бабушка как раз-таки ищет другой традиционный способ, и она говорит, Демасечка, тебе нужно вот тебе там редиска, вот тебе лук. И приезжаешь, когда бабушка, она всегда вот готова тебя прям зарядить, в общем, твою этот, как... Бодрость, здоровье твое зарядить. Да, как можно больше дать тебе всяких полезных. А вот как ты решаешь эту проблему? Я использую витамины, ну и, конечно, когда только начинаются фрукты, и я тороплюсь их приобретать. Сейчас же узнаем у студии новостей, как же они заботятся о своем здоровье. Сережа, доброе утро. Доброе утро, Сережа. Алиса, Дима, доброе утро, рад вас снова видеть. И хотя весна заканчивается, мы продолжаем говорить о витаминозе. Скажи, пожалуйста, как ты заботишься о пополнении запаса витаминов в твоем организме? Знаете, я считаю, что Крым-чайном вообще не стоит думать о том, что может быть какой-то авитаминоз или дефицит витаминов. Потому что Крым богат полностью всем, что может наполнить наш организм теми самыми витаминами. И фрукты, и овощи, и земледелие просто процветает. Я думаю, что нужно просто питаться правильно, качественно. Пускай у меня, может быть, это не всегда получается, но, как говорил наш коллега Артем, есть витаминки, которые можно купить и которыми восполнить. Сережа. Честно, я даже не задумывался об этом. Я думаю, что у тебя, наверное, не всегда есть возможность зарядиться витаминами, потому что ты всегда в работе и уже готов озвучить новости, которые будут сегодня. Конечно. В утреннем выпуске новостей мы покажем, как Крымский мост пережил год со дня запуска автомобильного движения и как отметили первую годовщину. Еще сегодня в Керчи состоится выездное заседание Совета министров. Правительство отправилось туда в полном составе. Наш телеканал оттуда будет вести прямую трансляцию. Смотрите новости, и вы увидите еще много интересного. И главное, не переключайтесь. Спасибо большое. Обязательно будем смотреть. Ну а пока что мы прощаемся, потому что наше время подходит к концу. Но нам очень приятно было встречать это утро с вами. Мы хотим, чтобы вы заботились о себе, любили себя, ели полезную пищу, ну и, конечно же, смотрели нашу программу и наши телеканалы Первый Крымский и Крым24. Спасибо, что были с нами. Такого другого дня не будет. У вас сегодня точно все получится. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok